Вот у меня с сумками такие отношения как-то не заладились с самого начала Вот одно из ярких воспоминаний детства Мне тогда была нанесена тяжелейшая душевная травма У меня мама педагогом работала И я не знаю, что там было Может быть полы красили, может ремонт какой В общем, живой уголок педагоги забрали каждый по какой-то там скотинке А моей маме достался сурок Взяли его там, принесли, поставили на кухню днем Я в детском саду был, в старшей группе Меня тоже забрали там часов в пять Там папа приводит домой, еще тоже тот шутник-то Такой меня резко на кухню заводит Смотри, что у нас есть А там вот стоит вот эта скотина Глаза вот такие здоровые Зубы и морковь жрет А когда он нагадил больше меня Тут меня вообще нахлопучило Много фобии у всех своих Кто-то там грозы молнии боится Кто-то цыганами напуган А я вот суркан Зашло солнце Проснулись подсолнухи Так как мы приехали рано Мы еще где-то с полчаса о чем-то говорили Скрывая друг от друга нетерпение Дима знал чего ждать Он уже здесь был Я же был в полном неведении Он не спеша, но подозрительно быстро Оборудовал стрелковую позицию Подготовил турель, мишени, чтобы проверить оружие И стал ждать полного рассвета, когда рассветет, чтобы заняться пристрелкой Пристрелка у него не заняла много времени Пара выстрелов на сто метров А далее он с головой залез в свой баллистический конкулятор Что-то буроби себе под нос Потом стал доставать диковинные гаджеты И разговаривать с ними Я же отправился в дозор И тут меня постигло разочарование Чутки, осторожные зверьки Желанный трофей приезжих охотников На поверку оказались беспечными, ленивыми И, как мне показалось, глупыми Абсолютно неосторожными Но совсем не такими, как обещали мне из телевизора Я осторожно снимал их на камеру со 100 метров Потом с 50, потом с 30 Ну а дальше больше Сижу на 20 метрах Даже здесь 18 Мне просто интересно Когда они меня за своего примут Вот Конечно опасно Как бы меня на Сурчине На этой За особо крупный экземпляр не приняли Вот они сидят Молодые особи вообще не знают страха Но и на старуху бывает проруха Старые зверьки, конечно же, поосторожней Но если вы приляжете, ваша встреча нос к носу Дело времени Сейчас пора удивляться Уверен, вы знаете, что сурок принадлежит к отряду беличих Вот такая вот белка весом до 10 килограмм Так как в дупло они не пролезают Им приходится жить в норах Роют они их виртуозно Роют они их везде Особую радость приносят они автомобилистам Кушают они тоже регулярно Регулярно и не по чуть-чуть Ненавидят колхозников и фермеров И мстят им Не знаю за что, но так исторически сложилось Сказать по правде, я не ожидал такого количества сурков И несмотря на всю симпатию к ним Надо отдавать себе отчет, что я прежде всего это вредитель Особенно в таком количестве Местные аграрии за голову хватаются от их проказ Убытки весьма существенны Наверное, это слабо воспринимается на слух Надо, наверное, иметь поле с подсолнечником Который ты посеял Чтобы ощутить все прелести, которые несет эта орда Вот мой напарник готовит стрелковую позицию До туда почти 400 метров Ну там 370, 380, не знаю где он ляжет Ну а вот позиция стрелка Здесь просто лесополоса Он максимально, насколько мог, отодвинулся Начали мы с довольно-таки скромной дистанции для данной дисциплины 170 метров Ну, наверное, это от нетерпения Чтобы проверить себя А может, очень самодовольный сурок попался Как нам показалось Точный выстрел в голову Все пироги, там, поздравления Хороший выстрел Далее была дистанция 251 или 255 метров Я уже сейчас точно не упомню Ну и по восходящей И вот тут, мне кажется Я понял, в чем состоит вся сложность охоты на сурка На мой взгляд, она состоит в том Чтобы у стрелка было открытое пространство сзади И он смог отойти на нужную ему дистанцию Вот если вы видите, вылезли Сколько их там, Дим? Справа один большой на холме И внизу в траве еще один Видишь? Да Сколько здесь метров? 280? До левого 274 Ага 355 355 Ну вот, дальний-то хороший, да? Нормальный, да Они, они примерно один Вот этот, ближний смотался Угу Дальний сидит Да, дальний нормальный Попробуем? Давай Сейчас сурка сниму Давай Не стреляй пока Ты на него наведи Так, сел Чет-то начал паниковать Сейчас, взять Вот Готов, по-моему Да, готов Готов? Да, хвост Поздравляю 355 метров 355 Поехали на машине смотреть Поверю Не поверю Да И Продолжение следует... Продолжение следует... Вон, шея... Какой ты сказал в шею? Парни, 355 метров. Куда сказали, туда и прилетело. Но в зачет его себе не могу занести, потому что... Канкулятором за меня все посчитали, количество поправок сообщили. То есть нажать только на гашеточку, но доблесть небольшая. Как вам описать свои ощущения от этой охоты? Они неоднозначные. То есть была дистанция 355 метров, но была еще дистанция 17 метров. Вот, кстати, она меня, честно, порадовала больше. Зверек глупый. Если есть терпение и время, мне кажется, он у вас шнурки украдет. Но для ребят, воюющих, с дистанциями, с расстояниями, кто много времени посвящает матчасти, я видел их радость. То есть это однозначно пользительная охота. Конечно, нельзя не сказать про виды, про природу, все, что окружает. Это вот завораживает. Там рассветы, закаты. Поеду ли я еще на эту охоту? Пока не готов ответить. Все должно как-то устаканиться, утрамбоваться. И вот тогда, наверное, будет желание, поеду. Люди хорошие встречают. Люди открытые. Сегодня у нас будет маленький сабантуй по поводу отъезда. Да, я говорю, все отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бойцы, я в последний раз спрашиваю, кто грыз семечки в расположении? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не могу не сказать о великолепных видах, радующих глаз. О бескрайних полях до горизонта. Не уныло мертвых, а о живых и ухоженных. Смотришь на них, а не так уж у нас все и плохо. И еще один интересный момент. Нас встретили, показали, где можно проверить оружие, поездили с нами полдня, объяснили, где другие сурки и уехали, пожелав ни пуха, ни пера. Я называю это доверием. А доверие, оно и является самым строгим охотинспектором и сдерживающим фактором. В зоне стрельбы регулярно были лисы, зайцы, видели трех косуль, но вот даже не екнуло. Сурков взяли ровно столько, сколько было в лицензии. Ни одним больше. Подумайте об этом. Вот, а здесь особо успешный сурок живет. Смотри, какой он лютый. Когти чесал. Вот приблизительно такого же роста, как я, встал и... Нет, он ниже получается, а то когти ты вверх лапу поднимал. Но он шире меня. Он шире тебя. Какой шире меня. Конечно, мы не могли обойти вниманием цифровые прицелы. Но это прежде всего нужно мне, для понимания возможностей того, о чем я вам рассказываю. Сложно стрелять в зону 4-5 сантиметров на дистанции в 170 метров, когда сурок в норы. Возможен подранок и потеря. За всю эту поездку у нас, ну это какой-то предмет моей гордости, не было ни одного подранка. И ухудшаться желания у нас тоже не было. От выстрелов на большие дистанции мы воздерживались. Это специфика и особенности этой охоты. Выстрел в голову гарантирует трофей. А если есть хотя бы какие-то мельчайшие сомнения, его проще отложить. Ну, от себя скажу так. Если у вас нет карабина, хорошей оптики, это еще не повод расстраиваться. Подойдет и молоток на длинной ручке, не говоря уже о 12-м калибре. Как гласит старинная волгоградская ростовско-воронежская поговорка, сурок обычно погибает от пули в голову. А особо любопытный от удара бампером по морде. Сейчас просим ли у него, где сурки. Вот он, толстожопый уважаемый. Поездка получилась познавательной и насыщенной. Впечатлений море. И все было бы хорошо, если бы не одно дно. Я сам храплю. Но мой товарищ засыпает значительно раньше меня. Желаю всем метких выстрелов и отдельных номеров в гостинице. Субтитры сделал DimaTorzok